Привет, ребята! Сегодня у нас будет достаточно необычный ролик для моего канала. По данной теме будет целый цикл роликов, надеюсь, они окажутся для вас полезными. Очень часто на стримах и в комментариях под роликами вы задаете вопрос «Купил Sims 4 базовую игру? Какой лучше купить первый каталог, набор или дополнение?» В игре на данный момент есть 8 дополнений, 8 игровых наборов и 16 каталогов. Я разделила все 32 пака на 8 видео. В каждом отдельно покажу касс, строительство и кратко расскажу про то, что появляется в игре с каждым набором. Более детально, конечно же, вы можете посмотреть о тех или иных наборах в моих видео. Данные ролики основаны сугубо на моем мнении, и, конечно же, оно может не совпадать с вашим. В любом случае, если вы все еще не знаете, какое дополнение купить, приятного вам просмотра! Итак, сегодня мы поговорим о дополнениях. И первое дополнение, которое я бы на 100% вам рекомендовала, это дополнение времена года. Моя игра в Sims разделилась на до времен года и после. Я помню отличную атмосферу зимы из Sims 2. До времен года у нас было вечное лето, и в некоторых проектах мне катастрофически не хватало снега. Вспомните одну из моих первых машин. Да, там был мод на зиму, но все же гораздо удобнее и приятнее, когда в игре без модов меняется пара года. С временами года нет новых городков, да они и ни к чему, ведь, на мой взгляд, разработчики отлично поработали над погодой и сменой сезонов даже в тех городках, которые у нас с вами есть. Отдельный плюс – праздники. Вроде бы мелочь, но теперь вы можете сами отмечать какие-то интересные даты и придумывать торжества и традиции для каждой семьи. Теперь ваши симы могут кататься на коньках, с помощью стола флориста оформлять букеты и продавать их, ухаживать за пчелами, получать мед, а также с помощью прибора доктора Юня менять погоду. Все в ваших руках. С дополнением появятся новые карьеры, навыки, телеканалы, радиостанции, сезонные развлечения и даже новые виды смерти. Как вы понимаете, в кассе большая часть предметов и одежды связана с временами года, например, зимний наряд, дождевики и с праздниками, костюм зайца, гнома или же пугала. Также появляется одежда для холодной поры года и для жаркой, и одежды из дополнений вполне для этого хватает. Продолжение следует... Мебель в дополнении подойдет как для уютного загородного коттеджа, так и для какой-то стильной квартиры. С мебелью из дополнения вы можете обустроить спальню, прихожую, гостиную, столовую, кабинет, ванную комнату и дворик. Продолжение следует... 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 Режим строительства радует нас различной мебелью пляжной и океанической тематики. С ее помощью вы можете создать спальню, гостиную, кухню, прихожую, кабинет, ванную комнату, столовую. Одним словом, полноценный домик можете построить. Продолжение следует... Продолжение следует... Хоть это дополнение позволяет нашим симам отдохнуть на райском острове, все же не хватало какого-то интересного квеста с русалками, как это было, например, в Sims 3. Кстати, у меня на канале есть ролик, посвященный русалкам из Sims 3. Ну и как бы странно это не звучало, но вечное лето рано или поздно тоже может немного наскучить. Путь к славе. Одно из тех дополнений, которые многие ждали. Теперь симы могут стать известными. Их действия влияют на их собственную репутацию и по мере роста популярности они могут получать интересные предложения по работе, встречать фанатов, получать награды и становиться суперзвездами. Ваши симы могут заниматься музыкой с помощью музыкального центра или же записывать ролики с помощью видеосистемы и зарабатывать деньги. В этом дополнении мы получаем новый городок Даль Сольвелли, новые карьеры, новые навыки, новую черту характера, новые свойства участка, а также целый ряд неуправляемых персонажей, например, на работе актера или же в клубе. Конечно же, практически вся одежда посвящена богатым и знаменитым симам. Дорогие платья, костюмы, обувь. Также многие предметы гардероба связаны с работой актера. И в этом есть большой плюс, особенно если вы проходите челлендж «Цивилизация». Дорогие платья, костюмы, обувь. Добавилось очень много предметов в режиме строительства, но большая часть связана как раз с декорациями и является фоном для какой-то сцены, в котором снимается ваш сим. Помимо декораций мы также получили много дорогой вычурной мебели, которая идеально подойдет для вашей суперзвезды, которая захочет купить особняк в районе Пинаклс. С предметами мебели вы можете создать спальню, гостиную с огромным телевизором, шикарную ванную комнату с золотым унитазом, столовую или построить свой собственный съемочный павильон. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дополнение в университете понравится тем, кто давно хотел понаблюдать за жизнью и учебой Сима в институте. Возможность переехать в общежитие, выбрать специальность и спланировать свою учебу определенно могут вам понравиться. Но вот отсутствие возможности попасть Симом на занятия, конечно, огорчает. Ну что, ребята, это был краткий обзор экскурсии в мир дополнений Sims 4. Скоро выйдет следующая четверка дополнений. А какое дополнение в Sims 4 вам кажется самым удачным? Надеюсь, вам понравился этот ролик. Скоро увидимся в новых видео. Всем пока-пока!